Сегодня, в год исторической памяти, нам хотелось бы вспомнить и немного рассказать об уникальном прошлом нашей Борисовской земли. С давних пор камни играли в жизни белорусов большую роль. В Беларуси всегда существовал пульт камней. Это отразилось на традициях народа, укладе жизни, исторических событиях. Своё название эти камни получили от полоцкого князя Бориса. А началась эта история? В далёком 1128 году 12-го столетия голод охватил всю землю. Люди питались корой деревьев и мухом, молились простить ему грехи. Великая скорбь охватила всю полоскую землю. Засушливым летом 1128 года несколько странников пробирались сквозь пущу границы полоцкого княжества. Странник остановился на листой поляне. Недалеко был берег реки. Где-то шумела вода. А рядом с берегом выступал из воды огромный камень-балу. Странник разбили лагерь и дал как молились на берегу. Затем старший странник подошёл по воде к камне. Заботливо прикоснулся к поверхности болуна и прошивкал. Господь получил работу воеву Борисову. Это был князь Половский, старший сын Шерслава Террагея, князь Борисов. Молитву князя Бориса благодаря ему очка полуны были найдены на территории Белоруссии. Название Борисовой камень среди этих камней выделяется самое главное. Борисов камень в праздничных детях полную деревню Готик. Это самый большой камень в Белоруссии. Чёртов камень, святой камень, филетов камень, фиолетов камень. Мы уверены, что сегодня, для того, чтобы сохранить историческую память нашего города и нашей земли, всем нам необходимо чаще соприкасаться с духом времени наших предков. Ждите помнить то, что они для нас сделали. Редактор субтитров А.Семкин